МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Азербайджанскому государственному информационному агентству Азертач уже больше ста лет. За минувший век Азертач вела летопись страны и продолжает это делать изо дня в день. Сегодня мы здесь, и наш выпуск посвящен Азербайджанскому государственному информационному агентству Азертач. Азербайджанскому государственному информационному агентству Азертач уже больше ста лет. За минувший век Азербайджанскую демократическую республику сменила Азербайджанская СССР, а ее независимая Азербайджанская республика. И на всех поворотах истории Азертач вела летопись страны и продолжает делать это изо дня в день. Основоположники Азербайджанской демократической республики, первой в мусульманском мире демократической республики, осознавали необходимость создания национального новостного агентства. 2 февраля 1920 года соответствующие проекты после обсуждения в правительстве были представлены парламенту. На конец 1 марта 1920 года стало функционировать первое национальное новостное агентство Азербайджана, а 2 марта в газете «Азербайджан» были опубликованы первые новости за подписью «Азертач». Однако, как самостоятельное агентство, оно функционировало лишь два месяца – 58 дней. После захвата страны большевиками и падения 28 апреля 1920 года Азербайджанской демократической республики для Азертача начались трудные дни. Агентство неоднократно переименовывалось и в различные периоды носило разные названия. После восстановления государственной независимости Азербайджана наступил качественно новый этап развития Азертача. Я здесь работаю 40 лет. Уже в этом году исполнилось. Правда, был небольшой период, когда я не работала. Это было связано с семейными обстоятельствами. Но это было недолго, и я вернулась сюда, в родной обитель. И вот 40 лет здесь нахожусь. В Азертаче. Сначала это было «Азеринформ», сейчас это «Азертач». Ну, от смены названия, я думаю, суть особо не изменилась. Мы занимаемся информацией, это наше дело, и мы любим это дело. Сегодня Азертач ежедневно, непрерывно распространяет оперативную информацию на многих языках мира. Азертач подписал с около 50 зарубежными новостными агентствами соглашения о сотрудничестве, с которыми осуществляет информационный обмен и совместные проекты. Азертач – активный участник международных информационных структур. Агентство три года председательствовало во Всемирном конгрессе новостных агентств, а также в организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана. Сейчас «Азертач» состоит в 11 международных новостных организациях и платформах, посредством которых публикуются новости об Азербайджане. В некоторых из них «Азертач» занимает посты в исполнительных органах. Изменилось кардинально все практически. Но даже если взять то, что было 40 лет назад на моей памяти, и то, что сейчас, конечно, там темпы главным образом изменились, потому что невероятно стремительно все происходит, и информация, это все требует оперативности. А раньше это было совсем по-другому. Я помню, в «Азеринформе» мы каждый день формировали так называемую «обещалку». Это были материалы, которые мы анонсировали для печатных изданий, для телевидения, которые мы выпустим, допустим, в течение дня. В эту «обещалку» входило максимально 20-15-20 материалов, не более того. Это были, конечно, важные события, которые происходили в Азербайджане. Это были пленумы Центрального комитета Коммунистической партии, сессии Верховного Совета. Были какие-то культурно-политические мероприятия, экономические мероприятия, события какие-то. Но сейчас, сегодня мы выпускаем в день порой по 300-400 информации. Да, и причем тогда, если выпускалась информация на русском и азербайджанском языках, то теперь это 8 языков узнается, что Азербайджан выпускает информацию на азербайджанском, русском, китайском, французском, немецком, английском, естественно, языке, испанском языке. То есть у нас, в общем-то, довольно большая аудитория, широкая аудитория. Первая специализированная видеоновостная студия в Азербайджане начала деятельность в Азертадж в 2010 году. У нас в Китае, в общем-то, довольно такой обмен происходит. Наши корреспонденты туда ездят, Китай, там чему-то тоже учатся. И здесь есть институт Конфуция, если я не ошибаюсь, здесь организовывал курсы специально китайского языка. У нас есть корреспонденты, которые владеют китайским языком. Ежедневно на 8 языках готовят и распространяют по своим каналам около 700 новостей. Агентство не забыло и о детях, для которых функционирует портал знаний. Агентство не забыло и о детях, для которых функционирует портал знаний. Большая ответственность, потому что в части, допустим, того, что касается официальной информации, то тут мы, конечно, как бы ее держатель. То есть мы получаем первыми, в большей части мы стараемся ее поскорее довести до читателей. Многое изменилось и в плане структуры, конечно, если в то время это было советское время. Информация формировалась на русском языке, потом перевозилась на азербайджанский язык. Но потом это все было, конечно, мы перешли на главный язык у нас, конечно, государственный, азербайджанский. Да, ну, нам пришлось формировать свою школу переводчиков. То есть это переводчики на русский язык, на английский язык. Возможно, что-то не получается, возможно, где-то мы, как бы, ну, еще не достигли того уровня, которого бы мы хотели. Да, ну, по крайней мере, мы к этому стремимся. И вот эта работа над этим идет практически каждый день. Естественно, есть и разница совершенно большая, можно сказать, в том, как мы подаем информацию. То есть мы, конечно, берем за основу опыт работы крупных мировых агентств, как они подают информацию. То есть мы пытаемся отойти от вот такого вот официального стиля, соответствует тому стилю, который вот как бы на сегодняшний день, да, он как бы популярен в тренде. Вот. И, ну, это тоже требует того, чтобы в какие-то моменты, может быть, переучиваться. Ну, приходит молодежь, сейчас много молодежи вот в Азертач пришло. И они уже как-то даже быстрее вот старшего поколения схватывают вот все требования сегодняшние, которые есть. Первая специализированная видеоновостная студия в Азербайджане начала деятельность в Азертач в 2010 году. Видеопортал агентства – единственное в Азербайджане и в целом регионе ресурс, который распространяет видео на пяти языках. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У нас традиционно есть очень такие тесные связи с ТАС, например, агентством российским. Наши ребята, наши корреспонденты ездят по обмену туда, чему-то учатся. Может быть, даже сами чего-то могут кого-то уже научить. Потом, конечно, с турецкими информационными агентствами тоже есть такая вот программа обмена. То есть мы стараемся, конечно, чтобы вот это происходило, потому что это как бы вливает какую-то новую струю в работу, позволяет там быть на плаву, позволяет как бы улавливать вот сегодняшние тренды. И так что вот так, да. Соответственно. Соответственно, да. В зарубежных странах функционирует 22 корпункта Азертач, которые охватывают 65 стран мира. Азертач за границей имеет 22 корпункта. Ну, в принципе, мы охватываем все главные регионы, которые представляют интерес для Азербайджана. Ну, и не исключается, что эта сеть будет как бы расширяться. И сейчас у нас как бы происходит обновление в этой сфере. Потому что мы сейчас стали больше... Агентство стало уделять больше внимания отбору корреспондентов. То есть большое внимание уделяется их профессиональной подготовке, их языков, знания их языка и страны, в которой они будут работать. Это очень важно. Ну, кроме всего прочего, важно, насколько они подготовлены политически, насколько у них широкий кругозор. Все это определяется специальной комиссией, которая создана у нас, и в которую практически не уходят сотрудники самого Азертача. То есть один человек, а все остальные – это представители разных структур, которые могут оценить их знания, умения, навыки во всех сферах, включая их даже техническую подготовку. То есть умение работать с какими-то там... Ну, умение делать видеосъемку, фотографировать и все прочее. И вот эти вот вещи, конечно, тоже имеют очень большое значение, потому что в наше время ряд видеоинформации имеет, наверное, даже большее какое-то значение, чем написанная информация. Ну, где-то 300-400 материалов – это материалы, то есть сообщения – это на азербайджанском языке, плюс еще переводные материалы, плюс материалы, которые созданы, допустим, ну, на русском языке написаны, там, и так далее. Ну, в целом и видеоматериалы, и фотоматериалы. В целом, получается, 700-800. Да, так и есть. То есть если сравнить с тем, что было, там, 15-20 информаций, и сейчас где-то 700 – это, конечно, разительная, как говорится, ну, разница, очень большая разница. Вот. И, естественно, вот, конечно, это, если так даже посмотреть с этой точки зрения, то, что было, допустим, лет 20-30 назад, и сейчас, это, конечно, совершенно другое. Первое национальное информационное агентство Азербайджана за эти 100 с лишним лет прошло трудный, но славный путь. На каждом историческом этапе профессионально выполнило возложенную на него миссию. Агентству, деятельность которого началась 1 марта 1920 года, посчастливилось создать вековую хронику истории нашего государства. Развитие и формирование Азербайджан как государственного информационного агентства связано с поддержкой руководства республики. Генерал Ильич всегда уделял очень большое внимание государственному информационному агентству. Еще тогда было подписано несколько распоряжений об укреплении материальной базы «Азербайджан», об укреплении его кадрами. И, ну, в целом вообще, вообще национальный лидер, он относился к прессе с огромным вниманием. И он, его общение с прессом, оно было профессиональным. То есть это было, как вам сказать, он знал, что, как надо преподнести, что выделить в информации, главное. Я даже знаю, вот из разговоров с своими коллегами, которые сопровождали его в поездках, допустим, в каких-то его зарубежных визитах, вот, потом, ну, по стране он много ездил, сами знаете, вот. Он мог сказать, что вот, допустим, объем, этот материал по своему объеме вот поместится в таком-то месте газеты, и он там будет выглядеть, допустим, так, как бы выигрышно будет выглядеть. Вот. Ну, и советы его действительно были, это были действительно мастер-классы, потому что он всегда знал, на что именно обратить внимание. Многие журналисты агентства, общавшиеся с общенациональным лидером, рассказывают, что он всегда чутко относился к ним, давал по-настоящему полезные советы, и для многих беседы с ним становились своего рода мастер-классами. Это была действительно большая школа работы, потому что он был сам прекрасный ньюсмейкер, да, и он общался с прессой, я даже помню, из пула президентского, когда он ездил за границу, он всегда перед поездками своими важными давал большие интервью для прессы, потом уже по возвращении давал большие интервью для прессы, и отвечал практически на все вопросы журналистов. И главное, да, он всегда знал, у него был профессиональный разговор с прессой, то есть он всегда вникал, и во всем это было так, вот даже если спросить со строителями, он говорил на их языке, а, допустим, с музыкантами на их языке, с писателями, литераторами на их языке, с журналистами он тоже говорил на нашем языке журналистов. В год 100-летия общенационального лидера Азербайджана хочется отметить, что Гейдар Олевич неизменно высоко ценил профессию журналиста и всегда выражал свое отношение к ней максимально ярко. В демократическом, правовом, светском, живущем по законам государстве журналистика – очень важная профессия, пресса – очень важная сфера. «Это мое мнение, и оно никогда не изменится», – говорил общенациональный лидер. Именно Гейдар Олеев сформулировал основные принципы, которым Азертач следует и сегодня. Служение государственности, пропаганда азербайджанской идеологии, уважение к общечеловеческим ценностям. У нас бывают подключения прямые, допустим, к каким-то важным пресс-конференциям, к каким-то событиям. То есть мы вещаем в прямом эфире, и это тоже прибавляет подписчиков в агентство и, конечно, и способствует более оперативной работе. Так что эта часть работы тоже очень важна для нас сейчас. Да, это тоже для нас ново, но мы тоже стараемся это всегда держать в центре внимания, чтобы быть на плаву. В период после распада СССР агентство реорганизовало свою работу, продолжив доносить до мира реалии Азербайджана. Укрепляя позиции на мировой информационной арене, продолжая двигаться к намеченной цели. Как говорится, нет предела совершенства. Многое за последнее время изменилось в лучшую сторону, я считаю. Но еще много очень надо сделать. Намного надо сделать для того, чтобы быть еще более оперативными. много надо сделать для того, чтобы совершенствовать свою переводческую часть. То есть нам нужна эта сфера, за которую я отвечаю. И мне кажется, что мы должны... То есть здесь есть место для того, чтобы улучшать и улучшать работу. Нам хочется, чтобы... Азертач – это была марка. То есть когда говоришь Азертач, это чтобы это был бренд, чтобы знали, что... Да, Азертач – это что? Это достоверность, это оперативность, это качество. Все это вместе сочетать трудно. Но мне кажется, что это, в принципе, вполне достижимая задача. Нам хочется, чтобы приходило больше сюда молодежи, чтобы они здесь совершенствовались, чтобы они приносили с собой вот это молодое дыхание, чтобы был этот поиск, чтобы не было закостенелости, чтобы все время мы находились в каком-то творческом поиске, который позволит нам улучшать и улучшать работу нашего агентства. Редактор субтитров А.Семкин